меня зовут стас и я приветствую всех на канале чок-чок а сегодня мы в гостях у нашего друга саша дружинина всем привет дорогие друзья до охотник и находимся друзья мы сегодня на полигоне номер один который находится в сокуре это 70 километров от центра новосибирска здесь можно пострелять гладкого ружья на круглом стенде площадка скид скажем так также можно по пострелять с нарезного на дистанции 50 метров 100 метров и галерея 150 метров скоро будет и 300 метров так что друзья также друзья здесь можно заниматься практической стрельбой то есть каждый стрелок и охотник найдет чем здесь заняться поэтому друзья номер телефона александра в описании звоните скажите что вот меня вот александра дружинина получите скидку и помните то что стрелять надо в специально отведенных местах а полигон номер один и является именно таким местом поэтому звоним записываемся стреляем не нарушаем законные друзья ну собственно теперь перейдем к сути данного ролика погнали продолжаем армсан фенома сверловка оси hp оптимачок high performance устройство системы глобал глобал супер long range 24 грамма также стреляем новосибирский по моему сибирь дробь семь с половиной я 35 стрельну а саш 15 метров чтобы спортингисты посмотрели вот так вот друзья у нас сейчас дистанция уже 15 метров я стреляю в левую мишень так ну давайте начнем с чего во первых устройство системы глобал разрабатывались именно для работы охота спорт то есть для тех спортсменов которые не хотят вкручивать стволы портированного устройства по каким-то причинам у нас сейчас во первых и на международных соревнованиях портированного устройства запрещены объясню почему помимо того что некоторые глупые люди в россии говорят о том что порты ничего якобы не дают в ответ на это европейская значит федерация вот стрелкового спорта они именно понимая глубокий смысл портированных систем газосбросных да и других систем они соответственно наоборот запретили использовать портированное устройство именно из-за того что это дает большое преимущество для стрелка и чтобы вот у стрелков были более менее равные возможности поражать мишени эффективные газосбросные системы были запрещены вот поэтому все глупые люди они пусть утрутся и знают что в америке и в европе наоборот роль и эффективность газосбросных систем именно вот все значит деятели вот их значит стрелковых вот федераций они это на нос самые значимые там люди самые умы они все это все знают и они это понимают и принимают вот поэтому только дурачок может рассказывать что партии там ничего не дают только ну дурачок ну шо я вот мне никогда не надо говорят но помягче говори ну раньше я их дураками называл сейчас дурачками помягче вот такой вот бой на 35 метров это 24 грамма 7 с половиной и у нас значит на 15 метров вот такой вот около там и 30 но опять же уже здесь это видно насколько равномерно то есть формируется пучок дроби и поражение мишени единственная здесь ситуация какая система глобал она пневматическая система и у нее на мелких дробях система работает на реорганизацию снаряда а на крупных дробях на концентрацию снаряда глубоко сейчас об этом рассказывать не буду сегодня некогда там трубы должны понимать что мелкими дробями она стреляет значительно шире нежели крупными дробями о чем сегодня посмотрим на вы сами все это вот увидите еще идем дальше переходим пятерка и тройка не забывайте подписываться к нам на бусте на платный контент 500 рублей месяц не космические деньги все видео у вас будут доступны на бусте мы в принципе обсуждаем вообще все вопросы глобально по баллистике цепочек снарядов как подписаться на бусте в конце ролика вы можете посмотреть просто досмотрите до конца и там в конце будет как раз рекомендации как подписаться на бусте но все глобал супер long range армсан фенома фета 32 грамма в контейнере пятерка и фета 32 грамма в контейнере тройка 35 метров стреляем так ну собственно говоря вот о чем я вам и говорил стреляя дробью 7 с половиной что вы должны понимать что чем у нас крупнее дробь тем супер long на глобале он будет стрелять еще кучнее это сделано специально для охотников по для универсализации да чтобы далеко а мелко как правило чтобы вы могли и на стенде хорошо эффективно работать там в той же самой дисциплине трап и эти же устройства использовать для охот на дальних дистанциях но важно опять же понимать уровень концентрации потому что есть с таким уровнем концентрации вы влупите по зайцу а еще и ближе 35 метров ну заяц просто в воздухе переобуется потому что его пополам распилит и все но я скажу даже по утки такой кучей там пятеркой на 30 метров даже это слишком кучно но надо стрелять 30 плюс то есть нам надо понимать опять же все опять к одному надо понимать для чего берете далее но переходим единица 0 до пятерка 32 грамма и тройка 32 грамма фетр так но фетр 36 грамм как обычно дробь номер один и азот себе 35 грамм дробь номер ноль так ну и смотрим это дробь номер один 36 грамм в контейнере фетеровская это азот сибирь 35 грамм дробь номер ноль здесь у нас из 88 дробин прилетела 83 я левее стрельнул скорее всего слева потерял их ну а так в принципе устройство еще не обкатана равномерность у него станет лучше буквально через там 20-30 выстрелов ну вот как только маленькая система покатается но я опять же надо понимать что сегодня у нас производственный отстрел не финишный то есть я возможно супер лонг еще кое-что изменю ну вот чтобы именно повысить по равномерности на глобалах то есть пока еще работаем финальная часть global супер лонг потом еще мы отдельно вам постреляем то есть саму линейку глобал на оптимачок high performance но в общем и целом на сегодняшний день устройство работает абсолютно адекватно единственное что нужно маленечко системе еще обкататься и там уже делать выводы вот а так по большому счету но концентрационный уровень это 0 35 грамм куда-куда тут просто вот все и по единичке то же самое да ну в общем и суть в том что эти ролики как уже объясняли вам ранее показываем для того чтобы люди которые ждут именно эти сверловки до в данном да то есть просто прошел вы чтобы вы знали что работа идет мы работаем и как уже говорили вам еще опять там ранее этой осенью вы успеете с ними поохотиться поэтому друзья продолжаем на очереди у нас картечи но в левую полетит там и 6 2 38 грамм фетер в контейнере вправо 36 грамм главпатрон 8 и 5 ну вот я вам про это и говорю что чем больше глобал стреляет тем равномернее он начинает стрелять то есть там вот на левочку я даже может быть сейчас для себя стрельну еще на раз возможно просто патрон из партии попался так себе ну или может и стрелем как весь отстрел было все идеально единственное 0 35 грамм вот по равномерности концентратор отработал по равномерности вопросы были нужно просто перестать потому что бывает такое что просто вот сам боеприпас но сам патрон какой-то из партии косячный в головы вылазит и вот до его это может быть и дернул чуть-чуть там луч получился по 2 по 100 процентов картечи прилетела в обоих случаях равномерность идеальная по картечи концентрация тоже сейчас еще 0 35 стрельну вот в эту мишень возьму сейчас стрельну по двум решением 0 35 грамм чтобы усреднить показатели боя еще на 1 вот постреляем на левочку нас тесты производственные поэтому нам надо кое-что если уточнить мы пересстреливаем ну вот видите ребята говорю это бывает такое что просто боеприпас но вот какой-то один патрон говняный попадется как я их называю и вот из-за этого сразу но теряю как будто но создается неправильно впечатление работе устройства из 10 выстрелов если один там вот такой менее равномерный как вот крайне раз мы сейчас стреляли когда с 0 35 грамм попадает это но все равно он его отстрелял на 4 с плюсом но вот именно чтобы создать максимально понимающую картину такую как это устройство работает все-таки вот надо на вот эти два выстрела посмотреть специально для усреднения показателей стрелял два раза и приходит понимание что все-таки система работает идеально на всех предложенных номерах но боеприпас бывает такое что один из десяти какой-то конченый попадется от этого приходится отталкиваться перестреливать и вы тоже если где-то стреляете выезжайте на природу но по одному выстрелу не судят всегда надо хотя бы раза три пострелять тем боеприпасом которым вы предполагаете охотиться и уже в усредненном варианте прийти к пониманию как у вас будет работать оружие стабильном бои да я про это говорю там постоянно то что надо стрелять не один раз а несколько и друзья когда вы делаете стрелы будь то свои чоки там отстреливать либо еще что-то всегда используйте мишени большие для того чтобы нивелировать вашу ошибку потому что даже у нас часто бывает что где-то здесь куча собралась либо здесь вот видно на что стас обнизил да там взял чуть-чуть там и левее я чуть это все видно а представьте если вы бы еще с маркером еще что торопимся размазали бы да и также не ленитесь делать какие-то основы для мишени не там там не какую-то коробку там поставил ее ветром удуло и так далее и отмеряйте дистанцию либо дальномером либо рулеткой как то вот так вот надо это делать ну конечно и также отстреливайте друзья с рук обязательно никогда не надо там не с капота не с березы там это не работает вы не сможете так стрельнуть только с рук надо отрабатывать раз за но потрате не 5 до выстрелов а 10 но 15 все равно это будет эффективно лучше потратить время и три боеприпаса там лишних чем просто не понять что мы стреляли что с этим нас таким боем это можно до 80 метров как минимум тянуться там и там практически сто процентов 95 96 процент однозначно это мы супер лонг отработал как он и должен отрабатывать то есть поэтому имеет место быть возможность небольшими изменениями он тот пойдет серию но пока все в принципе очень даже же неплохо еще раз вам напомню то что это производственные отстрелы в серию пойдут возможно маленько другие ей и устройства которые мы также будем проверять опять же что пойдет серию если она и будет меняться то она будет меняться к лучшему и вы потом из себя увидите картины еще раз и лучше поэтому те из вас кто ждет уже год сверловку беретовый мачты сверловку инвектор плюс осенью вы успеете поохотиться при предзаказы уже там принимаем на эти устройства все контакты в описании звонить если не дозвонились пишите на ватсап обязательно подберем то что вам нужно в этом думаю стоит закончить данный ролик но все показали всем спасибо огромное за внимание до свидания для доступа к чок-чок премиум переходим по ссылке в описании нажимаем на нее и переходим на наш платный канал на бусте для доступа к видео нажимаем на кнопку регистрации или входа выбираем удобный способ войти через аккаунты предложенных площадок или по номеру телефон вводим свой номер и полученный sms код подтверждения вводим любое имя и жмем завершить регистрацию теперь у вас есть аккаунт на бусте но видео пока не доступно для доступа к лекциям покупаем подписку нажимаем подписаться и выбираем срок на который хотим получить доступ к каналу нажимаем купить и выбираем банковскую карту вводим данные жмем оплатить и подтверждаем платеж теперь вы можете смотреть наши обучающие ролики и еженедельно увеличивать свои знания и навыки